Ученые КФУ Ученые КФУ помогут крупнейшему мировому производителю полимеров избавить продукцию от посторонних запахов. Это стало возможным после подписания между Казанским университетом и американской компанией Creighton Polymers. Стоит отметить, что американских коллег впечатлил опыт КФУ в подобных проектах. Я очень впечатлен как университетом, так и преподавателями и исследователями вуза. Теперь в рамках соглашения мы вместе проведем ряд научных проектов, одним из которых должен стать поиск решения проблем посторонних запахов в медицинских и бытовых изделиях из полимеров. Я думаю, что одним совместным проектом сотрудничество не ограничится. КФУ работу над проектом будет вести научная группа под руководством профессора химического института имени Будлерова Александра Ламберова. У ученых КФУ уже есть опыт разработки уникальных катализаторов для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Самые яркие обсуждаемые новости Рунета мы собрали специально для тебя в нашей постоянной рубрике Веб Ньюс. В Казани испекли и за 5 минут съели хворы с длиной 500 метров. На создание традиционного татарского сладкого угощения ушло около сотни яиц и несколько килограммов муки. В Казани завершился веломарафон «Датарстан за здоровый образ жизни-2016». Спортсмены финишировали возле стен Казанского Кремля. Спортивно-арбитражный суд отложил разбирательство по апелляции российской теннисистки Марии Шараповой. Спортсменка не сможет выступить в этом году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Рустам Мениханов примет участие в работе 5-го международного образовательного форума «Салет». Главная тема форума в этом году – от экологии души к экологии природы. Более 700 детей приняли участие в квесте «Скажи, коррупции нет» в набережных Челнах. Следующие два квеста пройдут 25 июля в озоровительном комплексе «Саулык». Экс-игрок Рубина Сергей Семак может возглавить сборную России по футболу. Он уже встречался по этому поводу с представителями РФС, передают известия. На колокольне собора, которая находится на улице Баумана в Казани, открылась смотровая площадка. Она работает каждый день с 10 до 19 часов. Казань стала первым городом с тремя символами для новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. КФУ преодолел барьер в 5000 колоссов и присоединился в списке к Казанскому Кремлю и мечети Кул-Шариф. Ученик 9-го А-класса лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Асхат Сахабиев выступит в составе сборной России на Международной олимпиаде по информатике АЮАЙ, которая пройдет в Казани с 12 по 19 августа. В Татарстане появится поликлиника и санаторий стандарта «Халяль». В медицинском учреждении планируется проводить амбулаторное лечение, лабораторные исследования, вакцинацию и общую терапию. С 15 по 17 июля в Казани состоится пятый тату-фестиваль. Здесь тату-мастера и студии предоставят посетителям возможность выбора своего мастера среди лучших татуировщиков. На детском сабантуе в Казанском зообот-саду выступят звезды татарской эстрады. В программе праздника также выступление ростовых кукол, катание на лошади и пони, мастер-классы «Зоомир» и поехали! КФУ продолжает принимать все новых и новых абитуриентов. Все подробности о приеме будущих студентов ты сможешь узнать прямо сейчас. Абитуриент стоит перед самым важным выбором в жизни, выбором своего пути, идти по которому ему поможет трудолюбие, целеустремленность, любознательность и те знания и навыки, которые он получил ранее в своей жизни. Абитуриент, желающий раскрыть свои творческие способности и получить качественное высшее профессиональное образование, сможет Казанском федеральном университете. На сегодня у нас в целом подали документы более... У нас заявлений более 30 тысяч на сегодня в Казанский университет, включая набережные Ширны и Лабагу, собственно, Казань. То есть ежедневно у нас подают документы, дополнительно у нас появляется где-то 500 или 1000 заявлений, вот так, каждый день добавляется. Онлайн заявления сейчас нам подаются очно, заявления подаются в том числе, приносят оригиналы документов. То есть процесс еще такой идет, как бы, подготовки конкурсного отбора. Наша задача заключает в том, чтобы привлекать в университет лучших студентов, в том числе и за рубежа, с тем, чтобы наш университет брал не только количеством, но и прежде всего высоким качеством студентов, первокурсных, которые потом создали бы хорошую базу для дальнейшего развития университета, чтобы у нас сформировалась интеллектуальная элита, обеспечивающая дальнейшее развитие нашего университета во всех направлениях. В очередном выпуске испанского рейтинга лучших мировых научно-исследовательских институтов и организаций ЭСАИМАГО 2016 Казанский федеральный университет занял шестую строчку среди лучших вузов России. Мне очень нравится качество образования в университете. Я считаю, что именно исторический факультет, не могу говорить за остальные, отвечает требованиям высшего образования, отвечает уровню, тот, который ставит перед собой Казанский университет. И мне кажется, это правильный выбор. Я думаю, что мне повезет. Регина Фахрудинова, Ленарда Влетьяров, Универньюз. Казань. Современный город, который не забывает о своем прошлом. В нашем городе ценится культура. Существует множество музеев, работают выставки. На одной из них побывал и наш корреспондент Адиря Валеева. В Государственном музее изобразительных искусств открыта выставка, посвященная Казанскому Богородицкому монастырю. Она приурочена к празднованию явлений Казанской иконы Пресвятой Богородицы 21 июля и закладки памятного камня на месте возрождаемого Казанского собора в Богородицком монастыре Казани. Долгие столетия на территории нашего города располагался Богородицкий женский монастырь первого класса, который и хранил эту обретенную в 1579 году святыню. И выставка эта приурочена, скорее всего, к возрождению, если не монастыря, то, по крайней мере, Казанского Богородицкого собора. На выставке представлены историко-мемориальные материалы, уникальные труды по истории монастыря, архитектурные чертежи, графические листы, фотографии, связанные со строительством и жизнью Богородицкого монастыря. Здесь собрано огромное количество исторического материала. Это и карты, это и планы, это и старые книги, которые являются, конечно же, документами историческими, очень важными документами, которые свидетельствуют о том, что все, что происходило, когда-то это было правдой, и несут вот эту информацию в наше время. Данная выставка собрана из множества экспонатов различных государственных учреждений, среди которых научная библиотека имени Лобачевского и музеи Казанского федерального университета. Например, геологический музей имени Штукинберга КФУ предоставил минералы, из которых добывалась краска для окраса икон. Важно отметить, что данная выставка интересна не только с религиозной точки зрения, но и с художественной и научной. Она будет работать до 30 сентября. Аделия Валеева, Роман Самарин, Универньюз. На этом у меня все. До скорых встреч!